О, попал! Молодец! В самом центре Мадрида. Понятненько. Милка что-то ходит вокруг переноски и думает, неужели придется ехать куда-то. Как хорошо, что все магазины находятся рядом. Я из одного входа выхожу, в другой захожу. Мила нашла новое место. Доброе утро, девочки мои. Лежу на диване и слушаю щебетание птичек. Где интересны эти птички? Не улетят, не улетят. Дождик ночью прошел. Птичек я не вижу, где-то в деревьях прячутся. Так классно лежишь с открытым окном, слушаешь, как птички щебечут. Тихо так. Ну, потому что выходной день. Еще раз доброе утро, мои хорошие. Ну что, наступил выходной день. Вчера я только Настю отдала. Как говорится, смену сдала и смену приняла. Сегодня мне нужно ехать уже к Дене, к дочке. Дочка собирается завтра уезжать. И я сегодня пообещала посидеть с Деней, пока она там съездит в салон. В общем, приводит себя в порядок, собирается в поездку. И надо будет мне ей тоже немножко помочь. Да, и еще забрать надо кошку. Наверное, скорее всего, кошку я привезу сама в этой переноске. Но все равно на такси. Я думаю, что сама справлюсь, чтобы она лишнее время на это не тратила. В общем, еду к дочке. Сейчас допиваю кофе, одеваюсь и вперед. Погода сегодня хорошая. Я специально вам оставила открытым окном, чтобы вы посмотрели. Солнышко светит опять. Будет сегодня жарко. 27 днем обещали. Но у меня уже есть новая одежда летняя. Я теперь кайфую, хорошо себя чувствую. Девочки, сейчас я включила другое освещение. У меня было освещение до этого холодное. А сейчас я включила нейтральное освещение. Хочу посмотреть разницу, потому что холодное освещение слишком делает все бледным. И как бы на камере мне особо этого не видно. Когда я монтирую, не видно. Но потом, когда я смотрю видео по телевизору, то там прямо мне это не нравится. Ну и посмотрите, как вам освещение больше холодное или вот это нейтральное больше нравится. Напишите мне в комментариях. Ну все, девочки, время тратить я дальше не буду. Буду сейчас собираться и выдвигаться. Деня, привет! Привет, скажи Сень. Еще не проснулся ребенок, да? Я с утра приехала пораньше, Денька еще не проснулся до конца. Мама собирается там. Где наша кошка? А, помчала. Помчала. Бабуля. Бабуля. А Деня макарончики кушает с сыром. Макарончики с сыром. И мультики смотрит. Не понимаю мультиков этих детских. Где эта кошка? А-та-та-та-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-у побежала. Кто тут вздебил хвост? Кто тут на меня вздебил хвост? Ты ко мне ехать собираешься, милка? Бабуски в гости собираешься ехать? Хочешь, не хочешь? А кусаться нельзя. Нельзя кусаться, говорю. Ах ты баловная кошка такая. Ах ты баловная такая. А вот она же машина. Да ты что? Деня, ты что делаешь? Ты убираешь, да? Смотрю что. Ты убираешь? Уборкой занялся? Как хорошая машина. Машина, да. Да. Включили бабушкин влог. Да. А Денечка только что пылесосил. Увидел, что я камеру включила. Перестал пылесосить. Да, День? А кто-то выразился, кто-то боится вздебаться еще. Давай будем, Денечка, убирать с тобой. Давай? Да. Давай, порядок будем наводить. Денечка, а ты игрушки разбросал? Давай мы их соберем в коробочку все. Давай. Давай. День. И смотрит сам на себя в зеркало. Как он метет. Давай игрушки собирай. Давай, бабушке поможешь. Или я тебе помогу игрушки собирать. Давай. Давай пособираем в коробочку все. Давай. В общем, девочки, как вы поняли, я уже у дочки. Сейчас я сделаю потише. Громкость. Например, вот так. Как вы поняли, я уже у дочки. Деню накормила, дочку отпустила. Она уже умчалась в салон. На моментальный загар. Вот. Ну, а мы что с Деней делаем? Ничего не делаем. Телевизор то смотрим. То Деня тут пылесосит. Милка бегает, носится. А Милка чувствует, чувствует Милка, да? Что скоро к бабушке поедешь. Милочка. Ты чувствуешь к бабушке скоро приближение? Да? Кто куснет меня такая баловница? В общем, Милка чувствует походу, что она ко мне отправляется скоро. Вот. Ну, а куда деваться? Куда деваться Милке? За нее все решили. В общем, я думала, что дочка приедет в салон, а мы потом... А потом я домой поеду. Но мне придется еще побыть сегодня немножко до вечера и помочь ей еще голову покрасить. Потом поеду за домой. Так, Деня в кегли решил поиграть, да? Ну-ка давай, показывай, как надо играть. Мима, еще давай. О, попал, молодец. Пима, дябуси. Давай, давай, давай. Мима, не попал. Нет. Главнюшка. Вот так. Опа, молодец. Попал чуть-чуть. Кривляк. Все, я тебя фотографирую. Давай. Вот так, молодец. Говорит, фотографируй меня. Давай, фотографируем. Вот так, давай. О, молодец. Все. Привет, давай. Давай, давай. Милочка смотрит, как там Деня купается. Деня у нас плескается в ванной, да, Денька? Да. Молодец. Вот она красавица. Молодец. Всем привет. Привет, привет. И что ты хочешь вперед попробовать? Ну, давай, не знаю, все, по чуть-чуть я хочу, но только по чуть-чуть, по маленькому кусочку. Давай сначала возьмем бекон, зерна, горчицы. Ты покажи, чем я собираюсь тебе охотчивать. Давай. На ужин у меня не было времени. Какие-то палочки соленые, палочки шоколадные. И их не продают в магазине, насколько я не видела. Где ты их брала? В специальном магазине. Так. В обычном магазине. Все, понятно. В специальном магазине брала, где, мне кажется, что-то привозят их там. Хотя, если кто-то видел это, пусть напишет в комментариях. Ну, я уверена, что ты сняла видео про эти палочки на своем канале, да? Нет? Показывала их, Дени? Я просто показала. Показала? Ну, ты говорила, где ты купила? Да нет, это в центре у нас там рыбный магазин был. Дай сюда кусочек мне. Так, спасибо. Слушай, а они сухарики, да? Они такие твердые. Да. Как сухарики. Ну, не сильно твердые, жевательные. И не сильно соленые. И вообще не соленые. С маком, я смотрю, тут мак еще посыпанный. Я чувствую, вижу. Давайте вот так по голове. Привет! Деня накупался, красавчик. Сейчас на стрижку собирается, да? Да. Будет вообще красавчик. Обалдеть! Так, трава скидала. Теперь. И дверь загорелая. Ты загорелая такая. Ездила на этот, на загар. На моря же ездила. А-а-а! Смайдит. Это я тебя сейчас отпускала на моря? Ага. Уезжала не загорелая, приехала загорелая. Привет! Быстро ты сгоняла на моря. А моря на сосредней улице где-то, да? Нет. В самом центре. Мадрида. Понятненько. Слушай, я между этими двумя палочками особо разницы не заметила. А я заметила. Мне больше нравится с беконом. Я даже не знаю, что с чем, но особой разницы нет. Ну, может, где-то какой-то легкий привкус, но... Знаешь, такие палочки прикольные с виновным, например, сухим? Или с пивком? Вот вторые, которые, они посоленнее какие-то. Нет. Ты знаешь, что, если я ем углеводы, что-то хлебное, то это конкретно то, что прямо хочу хлеб с чем-то, пирожное с чем-то. Вот шоколад. Пирожное вообще. Шоколад. Слушай, не пойму, с шоколадом вообще не пойму. Сладкая палочка. Слушай, ну вот это ребенку может понравиться, да? Да, ему может понравиться. Лень, не хочешь попробовать? Иди сюда. Шоколадная палочка, попробуй. Шоколадная. Ну, такие палочки можно, знаешь, в сумочку кинуть, если там где-то проголодался, погрызть. И вроде как бы насытиться. Мне нравится, да? На какое-то время насытиться. Пусти там сахарочек и шоколадная палочка. Как тебе? Вкусно? Шоколадная. Шоколадная. Ну что, дочка шоколадная. Ты дочка шоколадная у меня. Дочка шоколадная и шоколадные палочки. Шоколадные палочки. Ну что, поели и хватит. Закрываем. Ну, давай закрываем. Так что вы собираетесь сейчас куда? На стрижку еще куда-то, да? На стрижку и там в магазин заеду. Чемодан еще. Я ищу чемодан хороший какой-нибудь. Давай. Уже развалит. Ладно. Ну, давайте, поезжайте. Сейчас они поедут свои дела поделают. Потом я тебе накрашу голову и смоюсь. И смоюсь с кошкой под... И смоюсь с кошкой под мышкой. Кошка уже в ожидании сидит. Пристает ко мне, кусает, заигрывает. Да, Милка? Ты такая вот балладая кошечка. Одеваемся. 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 Давайте, одевайтесь. Виталька стулья принес. Деня подстригся. Ой, хороший мальчик. Какой подстриженный. Аккуратненько. Все, летом не жарко, будет хорошо. Да, Денечка? Милка что-то ходит вокруг переноски. Думает, неужели придется ехать куда-то. А придется, Милочка. Придется. Да, прям заходи в домик. И поедем. Поедем сейчас ко мне. Все, мы сели, едем. Так, сели. Молчит пока. Мы прибыли с тобой, Милочка. Ой, бабушка пока поднялась. Пока поднялась. Быстрее же выпускать кошечку. Кошечка, ты узнаешь дом. Ты здесь была уже. И не так давно. Все. Дом привычный. Ну, давай. Заново изучай. Сейчас Милочка походит. Пообнюхивает все. Бабушка. Она все помнит. Она уже на подоконник хочет. Уже покушать положила. Водичку налила. Все. Туалет приготовила. Сейчас, Милочка, давай. Ты к бабушке на курорт приехала отдыхать. Да, Мила? Давай. В окошко любит посмотреть. Здесь. Залазь сюда. Залазь. Давай я тебе окошко немножко пи открою. О. Смотри. Тебе пейзаж смотреть в окошко. Все. Пошла по подоконнику гулять, да? Ой, как хорошо в окошко посмотреть. Что там? Дети играют. Движуха какая-то, да? Все. Позагорает. Пускай чуть-чуть. Сидит на подоконнике, да? Смотрит в окошко. Скажи, Милка, как будто я не уходила отсюда. Все. Сразу признала, что тут она уже была. Все нормально. Я ей бумажечку свернула шариком. И она играет. Но у меня нет мячика. Кстати, надо купить какой-то мячик. Она любит с этими игрушками. Но бумажечки она, конечно, любит очень, да. Смотрю сериал «Близнец». Детектив. Ну, ничего так интересного. Мне нравится. Хороший. Да, Милочка. Все уже хорошо тебе у бабушки. Покушали мы с ней уже. Полежали в обнимочку. Мы проснулись, девочки. Я открыла окно. Вот так вот. Там ситка у меня. Думаю, что-то Милка прячется. Теперь я поняла. Там летают ласточки. И они сильно кричат. Слышите? Она этого крика боится. Ну, Милочка. Это же птички. Привыкать надо. Где-то там спряталась. Милочка. Птицы громко кричат. Она боится. Ну-ка посмотрим. Ну, у нас ласточки летают. Конечно, они тут кричат громко. Или это воробьи кричат. Я не пойму. Кто кричит, кто летает. Ну, по утрам они, да, бывает, кричат. А я не думала, что Милка будет бояться. Ты сама заигрываешь? А? Милочка. Ты что там спряталась? Влазь. Ты шариком поиграйся. На, шарик тебе. А бумажечку? Любишь с бумажечкой? Оп. Вот так. Вот так. Надо ей какую-нибудь игрушку купить. Такой, какой-нибудь шарик. Чтобы она игралась. Так, ну все. Я кофе попила. Надо садиться монтировать видео. Все, девочки. Мы проснулись. Всем доброе утро. Нормально поспали. Правда, поначалу еще Милочка там что-то помявкивала. Мяукала чуть-чуть. Ходила часов там периодически. Потом уснула уже. И все. Мы с ней проспали. Нормально. До полседьмого. Полседьмого встали. Сейчас я кофе пью. И сажусь монтировать видео для вас. Вот. Мила тут бегает, что-то прячется. И оказалось, от этих птичек я думала, что она прячется. Но ничего, привыкнет. Придется привыкать, что птички у нас тут орут. А вчера она вечером сидела. Я вечером открыла окно. Она села возле сеточки. И дышала свежим воздухом. Так что такая прогулочка. В общем, нормально. Она освоилась быстро в этот раз. Она уже привыкла. Ну, как бы вспомнила, что это за дом. Она походила несколько минуточек. Понюхала. И уже так спокойно себя чувствовала. Вечером мы лежали. Телевизор смотрели. Она легла рядышком. Прям на меня. И в обнимочку мы лежали с ней. Так что вот так, девочки. Ну, помонтирую видео попозже. Вернусь к вам. Милка ждет утренней порции своей вкуснятины. Мягкий корм она любит. Прям ждет. Только я подхожу туда, к кухне, к столу. И она сразу раз-раз вокруг моих ног начинает вертеться. Хитруля. Хитруля ты такая. Ой, хитрая кошка. Да, милочка. Да, скажи, я хитрая кошечка. Хитренькая такая. Да. Она запрыгивает на мой стул и потом на подоконник. Но сейчас я смотрю, на стул запрыгнула. А на подоконник что-то прячется. Под подоконник еще. Но ничего. Она, когда поймет, откуда звуки исходят, успокоится. Мила нашла новое место. Чем выше, тем лучше. Да, Мила? На холодильнике это ж вообще просто шоколадно сидеть. Ой, ты жук на возник. Ну, ничего. Ладно, посиди там. Что ж делать? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала, да? Любимое местечко нашей кошечки. Я пока видео монтировала, мне никто не мешал спить себе спокойненько. Отсыпается. Ну что, девочки мои хорошие. Выскочила я из дома. По-быстренькому сгонять в магазинчик. Там нужно кое-что прикупить. Кое-что из продуктов и не только из продуктов. Ой, погода какая хорошая. Я слышу, с утра уже работают вот эти вот газонокосилки. Ну, трава высокая уже выросла. Она быстро прям растет. И уже начали ее косить. Все, Милочку дома оставила. Пусть она там отдыхает пока одна. А я решила выйти, пройтись. Пока не шатко. Хотя сегодня вроде дождь должен быть. Короче, помчала в магазинчике. Покажу потом, что я там куплю. О, работает целая бригада. Я вижу 4, 5, 5 человек. Девочки, выскочила по-быстренькому фикс-прайс. Зашла. И не буду сейчас тут особо сильно снимать. Мне написали в комментариях, что вот это бульоница. А вот на самом деле, смотрите, написано. Кружка. 500 миллилитров. Это кружка. Так что с нее чай пить можно. Вообще в фикс-прайсе люблю брать мороженое. Но вот это вот мороженое. Жемчужина. Такое, которое я люблю. Сейчас я тут не вижу. И самое главное, смотрите, какие цены. Самый большой брикет стоит 50 рублей. Вот возьму сейчас вот это. 220 грамм. Сколько она будет стоить? Мне нравятся цены в фикс-прайсе на мороженое. Маленькое мороженое, которое я беру, жемчик по 25. А вот этот брикет большой. 220 грамм. Стоит 50 рублей. Ну, дешевле, чем пятерочка. Поэтому тут беру. Нашла я свое любимое мороженое. Но мне нравится вот этот пломбир с миндалем. А вот это эскимо сливочное. Но оно только без орешков. Просто хороший шоколад. Вкусный пломбирчик такой. А вот это вообще без шоколада. Вот это 50, а эти по 25. Вот я их все время беру. Ну, я внучки даю без этих. Простое, такое простое даю. Вот. И еще, девочки, сделала вот эту штучку на палочке. Это окна мыть. У меня такая была, но я отдала ребятам своим. Они там мыли уже из себя новую квартиру. Все, убегаю дальше. Смотрите, что я, девочки, увидела возле кассы. Витамин С 99 рублей стоит. Аскорбиновая кислота 27,50. Льняное масло есть. И рыбий жир по 55. Вот рыбий жир у меня любит сын. Тоже попить. Слушайте, ну, я не знаю. Ну, витамин С возьму. Это дешевле, чем в аптеке. Как хорошо, что все магазины находятся рядом. Я из одного входа выхожу, в другой захожу. Из одного выхожу, в другой захожу. Так, пятерочку. Все, девочки, пришла я домой. Ой, эти бы те ножки какие. В общем, зашла в пятерочки. Сейчас покажу, что купила. Зашла в универмаг, который у нас дешевый. В общем, взяла подзарядное устройство с двумя входами. Хотела с тремя, как-то у меня было раньше. Но у них не было. 379 рублей. 120 рублей. Это на Samsung у меня испортился. Испортился был на Samsung вход. Ну, есть кое-что, что заряжается именно таким устройством. Взяла два попрыгунчика милочки. Вот это 29 рублей, это 19 рублей. Но я буду по одному ей давать. Сейчас помою, а то они валялись неизвестно где. Взяла помидорки в ларечке. Взяла розовый помидор, девочки. 200 рублей килограмм. Вот это три штуки большие. Они мне как раз на килограмм вытянули. Милочка, смотри, какую тебе игрушку прикупила. Ну-ка, опа, покатилась. Ну, давай играй. Сейчас она ее обнюхает. Надеюсь, будет играть. Девочки, взяла в пятерочке молоко полтора процентное. Вот это пирожное Насте понравилось. Оно внутри с кремом ванильным. И снаружи полито кремом ванильным. Очень вкусно. Это такое заварное тесто. Заварное тесто и много крема вкусного. Вот что не планировала. По акции взяла. 299 рублей. Кофе уже про запас беру. А вот это я взяла мюсли. Запеченные с орехом. Но вот новую упаковку. В такой упаковке еще не брала. Надо будет попробовать. Но вообще эти мюсли мне очень нравятся. Ну и как всегда, батон со трубями. И яйца селяночка. Милочка уже сразу в пакетик залезла. Любит она там пошуршать пакетики. Милочка влечит. Я хочу посмотреть, по чем у нас яйца. Так. По чем у нас яйца селяночка? 80. 89 рублей у нас яйца. Это у меня тут уже скидочка пенсионная. Поэтому 5% у меня скинули. А, не 5. Сегодня понедельник. В понедельник 10% у пенсионеров скидка. Ну, прекрасно. Взяла еще картофель. Картофель ранний. Ранний называется. Ну, это молодой картофель. 63 рубля килограмм. Но он такой хорошенький прям. Это уже все. Молодая картошка у нас. Так. Милка один мячик не заценила. Я сейчас попробую дать ей второй. Но этот я помыла уже прям с мылом. Вообще эти мячики, знаете, воняют. С этим резиной запах. Она, наверное, не заценила запах резины. Милочка, смотри. Оп, оп. Глянь, какой попрыгунчик. Оп, оп. Ну-ка, нюхай. Понравится тебе второй или нет? Желтенький она стала закапывать. А этот? Ну, этот что-то она тоже не заценила. Ну, пусть лежат. Может быть, потом еще заценят. Желтый, конечно, не то. С бумажкой. Вот я взяла, скрутила бумажку. С бумажкой она играет с удовольствием. Да? Бумажку гоняет тут. Вот, Милка, смотри. Бумажка глянь. Оп-па. Что? Нет настроения играть? А, это, наверное, просто нет настроения играть. Ну, ладно. У нее тут и шарик. Все, что хочешь у кошки. Прямо как на курорте. В санатории у бабушки на отдыхе, да? Нет, как в деревне у бабушки. Еще одно любимое место у Милочки. Сидеть у окна. Ну, у меня там сетка, она никуда не убежит. Ну, ей нравится наблюдать, смотреть в окошко, что там делается. Вид из окна ей нравится. Девочки, вот так вот Милка у нас сегодня целый день спит. Вообще, мы сегодня с ней большие лентяйки. Но это потому, что на улице идет дождь. Я заметила, когда на улице дождливая погода, кошки тоже спят, их тоже в сон клонит, так же, как и людей. Вот, поэтому у нас Мила сегодня целый день вот там вот спит. Встала, поела и опять туда завалилась на свое местечко. Ну, а я тоже вот лежу, смотрю телевизор, тоже вздремнула даже чуть-чуть. Ну, в общем, уже на улице темно, ну, уже у нас вечер. Такие вот дела. А вообще хочу я вам сказать, дочка сегодня уже поехала в Москву. С Денечкой они поехали. И вот уже Милочка у меня осталась на неделю. Но завтра дочка попросила съездить к ней на квартиру и там кое-что сделать, потому что там нужно выложить видео, которое она поставила на вывод, и они уже уехали. В общем, не успела она для вас видео выложить, девочки. Поэтому я поеду и уже там помогу ей это сделать. Ну, а мы сегодня, в общем-то, отдыхали целый день. Ну, я-то так чуть-чуть вздремнула, она спит целый день. Я не знаю, чем она будет ночью заниматься. Я чувствую, веселая ночка мне сегодня предстоит. Потому что если она целый день спит, ну, соответственно, ночью ей захочется, наверное, погулять, поиграть или еще что-то там поделать. Ну, завтра мы об этом узнаем. Но узнаем мы об этом уже в следующем видео, девочки. Следите за видео, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Я это видео хочу завершить, чтобы не было слишком длинным, чтобы мне не пришлось слишком долго его монтировать. Поэтому я хочу с вами сейчас попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Как всегда. И спокойной ночи. И до новых встреч, до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok